Без негатива на первом этапе не обойдется, потому что эта тема до ноги поднималась, нужно выговориться, какие-то вещи просто решить. Когда я учился в университете, когда я получал образование востоковеда, прожил год в Японии, закончил университет, положил диплом на полку и с другом открыл просто производство. Компания-празиль получала четкое, грубо говоря, идею телезадания. Мы с Сергеем еще обязательно встретимся, то есть это такая небольшая... Всем привет, это наша группа интервью и сегодня у нас Сергей, как вы видите по его майке, это представитель компании КНАУФ. Я, кстати, рад личному знакомству, потому что я про Сергея многое знал, ну как бы мы знакомы заочно, мне рассказал несколько людей о нем и, скажем так, очень хорошо отзывались, поэтому мне было интересно. Мне Алексей Лычагин, слава он здесь будет, обязательно познакомься. Мы встретились и, в общем-то, он сидит здесь передо мной, и сейчас мы возьмем у него интервью, как у представителя КНАУФ и просто как у человека. В первую очередь, что хотелось бы спросить, это, естественно, КНАУФ КНАУФом, просто вот как так получилось, что... Мне всегда интересно просто, как люди попадают на стройку, либо в строительную сферу. Вот, соответственно, кратко, буквально, там, за несколько, там, минут, пятнадцать, там, ну, где, не пятнадцать, кратко, там, за несколько минут, тезис, ну, почему? То есть, почему стройка, вот почему, ведь сто путей есть в жизни и развитии, а как вот так получилось, что ты здесь со мной сейчас? Ну, во-первых, спасибо за то, что пригласили, за то, что дали возможность, как бы, здесь поприсутствовать, познакомиться с ребятами. Как бы, если к тому, как я туда попал, да, на стройку, вообще, строительную сферу, то началось все давно, когда я учился в университете, когда я получал образование востоковеда, прожил год в Японии, закончил университет, положил диплом на полку и с другом открыл просто производство бетонное, тротуарную плитку или декоративные всякие вещи, там, из бетонной и так далее и тому подобное. То есть, просто ушел риск в другую сферу. В какой-то момент я просто разочаровался в том, что я изучал, я получил какую-то, ну, конечно, квалификацию в том, что, как правильно работать с информацией, там, еще какие-то вещи нас учили. Но сама тема была неинтересна, то есть, я взял из Японии в какой-то этапе само понимание, как можно жить, как можно какие-то качественные вещи, да, допустим, там, перенести в Россию и занялся совсем другим. Опыт остался, все, и как бы похоронил. Мы просто сейчас немножко перебью, не могу просто, мы находимся в данный момент на форуме, вот, 2016, здесь собрались строители, мастера разные, существует некий фильтр, да, людей, которые сюда попадают и, в принципе, в своей большей части они очень интересны, в принципе, то есть, вот, Сергей не является исключением, то есть, я просто немножко знаю эту историю, но, все равно, послушать с удовольствием. Да, спасибо. И идея в чем, то есть, мы начали бизнес, там, все, вложились, кредиты, заемы, родственники, поддержка друзей, товарищей, как говорится, скрещенные пальцы за нас. Буквально там месяц, короче, и мы разошлись, то есть, подход к бизнесу совершенно разный, мой друг, это маркетинг, это продвижение, это пиар, как бы, а я понял, что я технолог, как бы, у меня было интересно. С друзьями нельзя делать. Ну, это естественно, да, то есть, можно стать другом, как бы, когда уже ты работаешь долго в бизнесе, а вот с друзьями, действительно, бизнес начинать не стоит. Столкнулся со множеством вообще просто, там, проблем, то есть, вот, как бы, ну, везет мне на какие-то вещи, что мне, во что бы я ни влазил по жизни просто, мне приходится столкнуться с самой, как говорится, неприятной формой этого процесса, бизнеса, там, еще чего-то, и приходится просто разгребать, просто разгребать, разгребать, вот, все не так, вот, просто все не так, вот. В итоге, буквально, итог двух-трех лет нашего бизнеса, моего проекта соло, было то, что я познакомился с другим человеком, который до сих пор является моим просто шикарным другом, живет в Питере, Николай Правенников, просто немного упомянул. Человек талантища, просто. Вникает тоже в процессы, делает вещи, к сожалению, для нас не видеоблогер, кто бы много мог рассказать о своих вещах. Мы с ним создали систему, при которой мы занимались совсем другими вещами, мы делали из бетона какие-то невероятные вещи, прошли полиэфир, полиуретаны, всевозможные способы формовки, вакуумную машинку собрали, пластик формовать, формы и так далее. Все на коленках, все буквально колхозили. И в какой-то момент я просто понял, что мне нужно уезжать из города. Получилось так, что мне удалось все это дело отдать надежные руки за небольшие деньги, буквально. Люди просто пришли и сказали, слушай, интересная тема, если ты уезжаешь, давай мы это все у тебя купим, нам нравится. Все. Я им продал, закрыл там какие-то свои вопросы текущие, где-то кредит, где-то еще что-то и переехал в Нижний Новгород. Шикарный город, очень меня тянул. Коротко там и продержался год, потом меня как бы судьба потащила дальше, как бы Москва, в Москве. В Москве как раз и произошел тот перелом, который привел меня, скажем так, на стройку. У меня уже было в Владивостоке опыт, мы там декоративные камеши клеили, какие-то там декоративные работы проводили, там что-то как-то. Но это было так, просто баловство. И вот в Москве я увидел, что такое венецианская штукатурка. Вот просто вот хороший, единственный выкрас. Просто вот. Вот я просто увидел и все. И я понял, что сгорел. Человек на месте сгорел. Я понял, что я хочу разобраться, как это делать, какими-то материалами делать и прочее. И все. Я туда залез, я работал в другой чуть-чуть сфере. Мы там продавали оборудование для антикоррозии, для покраски пароходов, там каких-то танкеров, нефтяных каких-то здоровых пунктов перекачки нефти. То есть там своя тема была антикоррозионная. Я работая там, то есть меня ребята уже потянули туда поработать. Я начал изучать декор просто. Вот я туда денег вкидал немеряное. Там, как это, знаете, фанатики из дома все носят. Тут секта, да, там говорят. Все мы сектанты, на самом деле. Все из дома тащим, короче, да. Тащил все просто, да. Тащил все просто. Появлялась денежка. Я приходил, говорит, слушай, мне надо пройти мастер-класс по такому-то материалу, по какой-то технике. Я шел там, Ойкос, Франс Декор, короче, Марат Ка, там куча производителей. Я просто везде лез, все брал, все учился. Потом платил деньги за то, чтобы мне там показывали там шеф-монтаж на объекте. То есть учили меня работать в объеме два или три года. Я посчитал, сколько я туда денег ушатал. Ну, короче, это еще одно второе высшее образование. Серьезно, просто получил. Ты за три года, вот три года, кстати, такая магическая цифра, когда ты начинаешь что-то понимать. Вот что бы ты ни делал, через три года ты приходишь к какому-то вот, ну, результату. Ты в главе сколько? Два с половиной. Два с половиной, да. Ну, почти, да. Почти, да. Я думаю, что скорая какого-то качественного скачка тянет. Это как пятьсот-десяти тысяч часов, но это немножко больше, чем три года. Да. И буквально прошло какое-то вот еще там время. Я там просто уже залез в объекты. И тут началось как раз то, что мне как бы просто в очередной раз, то есть вот это моя вылезла там судьба. Я столкнулся с тем, что просто я не могу получить объект. По одной простой причине. Я прихожу, бракую стены. И все. И все. И меня с объекта сливают, потому что как бы, ну, человек, который там общается с заказчиком. Я сейчас объясню, да, почему. То есть у меня такое часто было, да, приходит чувак какой-то, который там мажет какой-то кельмой, что-то. И говорит, что-то мажет. И, ребята, вы все не так делаете, все, говно, пятое-десятое, он дверь закрывает. Я говорю, слышь, что кто это такой, кого ты привел? Мы сами все сделаем. Стандартная схема, то есть это как бы, ну, это я говорю с обратной стороны медали. Так и есть. Декоративщикам очень тяжело. Я это понимал, как бы. В какой-то момент, значит, я решил немного сломать стереотип, что декоративщики не маляры. Просто вспомнил там детские книжки, опыт там художников. Там был такой Куинджи, я как-то про него читал, и он готовил холсты под себя. Я думаю, ну, наверное, все-таки надо, как бы, ну, не быть белоручкой, надо с этим разобраться вообще. Как тут на холсты под себя подготовить? Я в это полез. Просто с головой, куча экспериментов, все материалы, технологии везде, там, где-то по чуть-чуть, как-то там. Опять же, какие-то свои там были, не знаю, как их назвать, да, какие-то, ну, тоже сектантские такие устремления, какие-то приверженности, фанатизм, что вот это лучшее, как бы, потом, нет, вот это лучшее. То есть, меня так покачало хорошо, то есть, как той песни, да, мы прошли свою дорогу по фашистам, по попсе. Вот примерно то же самое, то есть, все перепробовали, все материалы, все. Потом, буквально, как бы, всегда приходит какой-то результат, когда ты пытаешься, ну, как-то систему устаканить. Результат пришел, в принципе, как-то работа наладилась, как бы, и тут меня из Москвы, короче, просто потащило в Питер, потому что просто устал в Москве по 6 часов дороги проводить. То есть, моя работа стала с того, что в понедельник уезжал из дома, приезжал на объект, там была раскладушка, печка, еще что-то такое, еще просто жил там до пятницы. В пятницу я возвращался домой, и вот, просто такой, знаете, вот, эффект time-lapse, когда я просто вижу, что у меня второй сын, он пошел, там, сидел сначала, потом он встал, потом он пошел, вот такие, знаете, просто, ускоренная съемка жизни, да. Все одно и то же. Я прихожу, с дверей вижу, сначала у меня ребенок встречает, там, в ходунках, потом он уже бежит ко мне, как бы, я понимаю, что что-то в жизни, короче, пропускаю, ну, явно что-то серьезное, как бы. И меня друг, вот как раз мой друг из Питера, он меня потащил в Питер, говорит, давай, приезжай, мы тут вдвоем, сейчас тема у нас одна, мы там, у меня объекты есть, все, тут все быстрее, мы сейчас там машина, не машина, тут, короче, ну, Питер реально, он комфортнее для жизни, в плане вот... В Москве можно по 6 часов в пробках стоять. Да, 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 все, я там, у меня машины не было в Москве, я просто ездил вообще сантранспорт, потому что это единственный был способ предугадать, когда ты попадешь в ту точку, куда тебе надо. Все, у меня там, было все четко, у меня там Яндекс расписание, они рулили просто всем. Питер, классный город вообще, супер вообще, через год я оттуда уехал, я просто тупо замерз. Попутешествовал, да, ты вообще? Да, то есть, да, вот такой вот извилистый путь, и из Питера я просто кинулся в другую крайность и уехал я в Краснодар. Вот Трубим сейчас просто улыбаться должен, потому что он с Ростова, Краснодар, еще чуть-чуть жарче, и это, в принципе, из огня до в Полыме, как бы, да, в моем случае... Ну, здесь у нас сейчас 15-16 градусов, а у нас сейчас 30. Да, ночью просто, понимаете, вы спите, как бы, и все, и вы просто вот... Вы утром встаете, вы уставшие, если вы спали без кондиционера. Короче, из Полыме до вагон в моем случае получилось, приехала в Краснодар, и вот тут произошел следующий момент, это как раз уже при двери, как я попал в компанию КНАУ, да, скажем-то, то есть, понятно, путь отделки, он был вот такой, то есть, мне пришлось туда вникнуть, получить какую-то компетенцию, потому что иначе я просто терял деньги, я не зарабатывал, как бы, я... Объекты уходили, да, я сделал по-другому, я приходил к дизайнеру, я говорил, я делаю все от подготовки до финиша, отдайте мне стены, не прикасайтесь с ним, пожалуйста, все, отдайте мне стены, я все остальное сделаю сам, я буду отвечать за финиш. Технология убойная, просто она работала на 100%, я просто зарывался, серьезно. И тут Краснодар, приезжаем в Краснодар, все здорово, солнце, хорошо, и у меня начался кризис, реальный кризис, то есть, в принципе, оно у всех бывает, когда ты упираешься в какую-то точку, и ты понимаешь, что начинается день сурка, то есть, ты делаешь все изо дня в день, одно и то же, ты понимаешь, как это работает, уже все просто как смазанный механизм. В руки берешь правила, понимаешь, я что-то не то делаю, не так занимаюсь. И в такой момент у меня начинается такая вещь, как бы меня просто останавливают, я пытаюсь сделать выкрас, то есть я приехал, начал искать заказы, я начал общаться с людьми, как бы я пытался, ну, как по накатанной схеме просто искать заказы. Я понял, что меня клинит, я не могу сделать, наверное, выкрасы, просто прихожу, я группу творческий кризис, ну, у меня не бывает творческого кризиса, серьезный, то есть я не тот человек, то есть я всегда, ну, в каком-то достижении, ну, драйп, другие там может подтвердить, потому что, в принципе, вот тут три дня уже не спим, я все время на одной какой-то волне. То есть, вообще, в принципе, хотелось бы смотреть? сайте то полезно путешествовать и вот сейчас здесь но очень много интересного такое краткое время происходит то есть очень хорошо очень насыщенная программа еще такой интересной формы на роде будешь ты да и про к нам и в итоге да что происходит как бы кризис я не понимаю что делать дальше открываю одним прекрасным воскресным утром ноутбук лезу посмотреть просто посмотреть вакансии так чисто интересно чисто вот ну а че общие люди чем живут как бы что бывает при том что я официально практически никогда не работал так кое-где по чуть-чуть открывая там представительство компании кнау в краснодаре как бы офис официальный все ищет продукт менеджера по сухим смесям читаю просто перечень того что должен выполнять то человек да по своей как бы уровня и местности смешно потому что ну то что там просто просили от этого человека это уровень квалификации собственника бизнеса там и придумай разработай и шеи и продай и все короче но мне стало интересно то есть меня это зацепило как было сразу так вот может быть вот это вот вот эта вот программа когда что человек должен уметь у меня и зацепило я отправляю туда резюме и месяц мне просто никто не звонит просто всем кота там канула и все исчезла к забыл тоже короче проект я уже забыл я уже делаю выкрас я уже ловлю заказ уже все согласову 300 метров венецианки там это уже серьезно то есть венецианка там я как бы ну такая скажем фишка до которой люблю просто такой много направлений то есть венецианка это то что я люблю лепнина венецианка я согласову уже заказ 300 метров там то серьезные деньги как бы все и мне звонок говорит вот вам же мы отправляли я уже забыл в реку резюме куда играет канал вам интересно все-таки голосом серьезно памятник конечно интересно ну как бы я только просто чек что если что-то происходит как бы вот так куда то есть само собой складывается я на это очень сильно обращаю внимание потому что я так живу что как по зову сердца да то есть мне кто-то внутри как будто вы как компас раз туда потащила я пойду посмотрю что там происходит пошел интересно как бы ну я доверяю этому чувству меня это чувство ни разу не подойдет меня ни разу не кидали объекты на объекта как бы я не работал с людьми которые просто я смотрю прекрасный человек мне прекрасно все объяснилку и хороший как бы ухожу с объекта я звоню там чеку которым это объект на шагу извини друг я работают не могу почему не были просто не буду потом оказывалось что я короче вы верно как бы принял решение уходил и тут вот это чувство приду на собеседование обязательно пришел на собеседование и все решила два вопроса как бы я там всю дальнейшую судьбу как бы я задал вопрос для кого вы работаете и мы выяснили что как бы не совсем как бы понимание для кого в работу есть какой-то там потребитель мифический конечный и туда сказал что ребята вы работать на рынке битубе вы продаете продукт полуфабрика с помощью которого люди зарабатывать деньги вы не совсем это как бы на данный момент ну да просто есть и послезайте есть просто огромная проблема то есть но в данный момент скажем так иногда бывает когда тебе что-то нужно да вот мы скажем так сейчас немножко полегче стало но еще три года назад если я приходил магазин и говорю дайте мне двух уровней и подвесы на меня дилер смотрел как на идиота и горюк раба вам нужны игры нет мини краб не двух уровней вы подвесы то есть как вот вопрос летом соединять и как бы ну то есть вообще полностью непонимание да то есть то что мы сейчас здесь сидим это наверное второй на такой вопрос потому что настолько затягивается вот ну то есть мы сейчас находимся на форуме 2016 что сделаешь что что здесь делаете вы то есть ну вот в плане ты приехал как ну грубо говоря как представитель компании как хороший человек это я уже понял вот это уже да то есть теперь как представитель компании людям интересно да я приехал за тем чтобы разрушить некую такую неправильную связку когда есть отдельно производители материалов если дина производители работ а по сути мы а сам для работаем вместе на одну цель данная конечный результат на финиш на сделанные объекты дано то что за счет конечно еще и платить деньги да наш заказчик общий на самом деле общий заказчик и моя идея заключается в том что мы сейчас стоим на пороге того что мы можем создать некую такую платформу общую при которой мы на этой платформе встречаемся вместе общаемся спокойно конструктивно по существу естественно без негатива на первом этапе не обойдется потому что эта тема давно не поднималась нужно выговориться да какие-то вещи просто решить и вот этот формат общения в дальнейшем нам позволит просто четко конструктивно работать компаниям имеющим компетенции в данном случае игры про компанию каналов имеющий огромную компетенцию производстве материалов работать качественно на тот результат который ждут от него ребята которые обращаем на вот я как человек который посещаю очень много всевозможных обучение выставок и прочее все я могу сказать так что приезжает как правило люди которые ну вот как у вас называется демонстратор демонстраторы которые приезжают и которых просто вот такие люди как я начинают закидывать то есть но прям жестко потому что ну то есть мы просим одно сделать а у него это не по плану не у него это нету в грубо говоря и мы ему говорим сделай нам угол вот такой начала до конца он берет лист картона и на нем там делать какой-то выкрас ну то есть как бы и ты не достучишься то есть но реально не достучишься и получается мы что-то придумываем сами там ну вот так то есть в данный момент вот так да то есть после это больно на самом деле больно то есть ну мы часто используем продукцию knauf полностью мешаемые со всем остальным то есть не только клавов то есть мы не делаем решение да я от тебя только узнал что существует гарантия окнаф есть гарантия к нам внесет ответственность за то что но если вдруг что-то не так если мы сделали по технологии ну никто же этого об этом даже не слышал не знает всю эту систему рекламации прочего да это очень серьезная тема то есть мы фактически сейчас вот как бы заклинили ситуацию когда есть негатив с одной стороны есть негатив с другой стороны там производители считают что строитель некомпетент и строители считают что распределитель не понимают еще чего не делают да да я вижу ситуацию с двух сторон меня как найти уже такая картинка как бы раздвоение личности идет я помню как я пришел в док на уфа чем я занимался как у меня было настроение и я понимаю как бы изнутри теперь возможности кнауфа и понимаешь это просто как бы ну на самом деле можно изменить все в лучшую сторону к общей пользе всех всех как говорится всех заинтересованных сторон идея в чем идея в том чтобы сейчас начать общаться конструктивно спокойно и договориться о том чтобы всем было комфортно работать чтобы компания праздник получала четко и грубо говоря до 10 задания с сергеем еще обязательно встретимся то есть это такая небольшая просьба к нашим подписчикам и к людям кто вас вообще смотрит мы обязательно еще раз и не раз я думаю встретимся на подобных мероприятиях и на объектах тоже напишите какой-нибудь конструктив да чтобы вы хотели увидеть понять или услышать и на какие-то ответы на какие-то ваши вопросы либо же там технологии и я думаю что сергей ответит на эти вопросы я редко отвечаю на вопросы вот но тем не менее как бы чтобы мы получили какую-то обратную связь то есть потому что мы пообщались какие-то вопросы я лично для себя ну получил ответы вот не не полностью еще но получил скажем так масс соответственно пишите комментарии обязательно к видео идея в том чтобы рубимся берете комментарии я просто приеду к нему в гости скорее всего краснодара до ростова там доберусь может быть не скоро там еще месяц еще как-то ну не важно мы доберемся мы встретимся мы просто сядем и по списочку такой небольшой типа брифинг устроена просто вот и и все ему просто эти вопросы разберем что-то сможет быть своими словами что-то как бы там может быть как бы это будет ну скажем так вопрос без ответа но мы просто его зафиксируем правильника бы подумаем что можно с этим сделать потому что реально дорогу надо как бы ну на нее вступить и начинать как-то уже по этому пути двигаться я думаю что за этим большое будущее концовочки хотелось бы сказать всем спасибо что нас смотрели мы наверное все сказали что хотели как-то получилось так немножко по особенно в интервью никогда не бывает по так сказать по регламенту по регламенту да мы поговорили спасибо спасибо что васили до свидания до свидания